МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 19 января День независимости Западной Армении. 19 января День памяти Гранта Пинка. Сенат Франции принял резолюцию с призывом вести санкции против Азербайджана. Армянский вопрос – это французский вопрос. Ретайл. Вовсе не случайно, что Индия вооружает Армению, а Иран даже угрожает Баку. О переселении армянских арийских племен из Армении и прилегающих территорий. Во французском театре Топ-Булган состоится премьера танцевального спектакля «Цвет граната». В январе 1918 года после перемирия в Ерзенка большевистская Россия, решив вывести свои войска с территории Западной Армении, опубликовала декрет о Турецкой Армении, который предусматривал как вывод российских войск, так и самоопределение армян Западной Армении и обретение независимости. От Мудрского перемирия до орбитажного решения 28-го президента Соединенных Штатов Будра Вильсона вопрос независимости Армении становится вопросом международного права. После 26 февраля 1919 года Погос Нубар Паша представил меморандум на Версальской мирной конференции и сформировал правительство. Армения была признана де-факто на территории Западной Армении. Далее в рамках конференции в Сан-Рему Армения, Западная Армения была признана де-юре союзником и частью объединенных держав, когда Верховный Совет представил северский договор для подписания Турции. Турция признала новое армянское государство 25 июня 1920 года. Было принято решение, что столицей армянского государства станет Ерсрум Карин. Далее 10 августа 1920 года Турции с союзными ассоциированными державами и Арменией был подписан северский договор, согласно которому армянское государство было признано суверенным и независимым. Как это уже сделали союзные державы в отношении провинций Западной Армении Ван-Бетлис, Ерсрум и Трапзон? 22 ноября 1920 года орбитажное решение, подписанное 28 президентом Соединенных Штатов Вудро Вильсоном, окончательно решило вопрос о границах между Западной Арменией и Турцией. Я человек, понимающий боль, которую испытывает собственный народ и несет это время. Так охарактеризовал себя сам Гранд Динг в одном из интервью. 19 января 2007 года перед редакцией газеты ОКОС в районе Шишли Гранд Динг был убит заговорщиком в результате трех выстрелов в затылок. Преступлением можно было бы счесть совпадение или ошибка, если бы Динг не оказался в центре внимания международного сообщества. Гранд Динг стал знаменит под той простой причиной, что пытался противостоять законам и общественному мнению турецких властей. Динг говорил о боли Западной Армении. Несмотря на угрозы жизни в своих смелых публикациях, статьях и выступлениях, Динг поднимал вопрос геноцида в отношении армян. Говорил о необходимости свободы слова в Турции, поднимая различные темы, которые замалчиваются и являются табу. Благодаря активной деятельности Гранда Динька в Турции заговорили о геноциде. Он напомнил о существовании армянской общины Турции и необходимости защиты ее прав. После убийства в Константинополе прошли многочисленные митинги протеста. Гранд Динг стал символом свободы для каждого человека, отстаивающего свои права. Убийство Динька сплотило многотысячную толпу, собравшуюся у зданий редакции, которые в один голос воскликнули «Все мы армяне, все мы гранты». По подозрению в совершении убийства на автовокзале в турецком городе Самсун полиция арестовала 17-летнего Огюна Саммаста, который на первом же допросе признал свою вину. Несмотря на то, что Саммаст признал свою вину, все подробности убийства Гранда Динька еще не раскрыты. Сенат Франции 336 голосами «за» и одним голосом «против» принял резолюцию с призывом ввести санкции против Баку. Напомним, сегодня Сенат Франции обсуждал предложенную 1 декабря 2023 года бешпартийную резолюцию, направленную на осуждение военной агрессии Баку в Арцахе и предотвращение дальнейших попыток агрессии против Армении и нарушение территориальной целостности. Во время слушаний по резолюции о введении санкций против Баку во французском Сенате автор проекта резолюции сенатор Бруно Ретаю начал свое выступление с цитатой Анатолия Франца «Где-то на востоке умирает наша сестра». Данные слова французского писателя были сказаны в 1916 году во время геноцида армян в Османской империи. Ретаю далее напомнил, что в сентябре 2023 года все армянское население Арцаха всего за три дня покинуло родную землю. Армянский вопрос – это французский вопрос, сказал сенатор. Подчеркну, что проект резолюции является межпартийным, и это говорит о единой позиции Франции. Ложь и тирания идут рука об руку, сказал Бруно Ретаю, говоря о режиме Алиева. Позиция Баку – отрицание геноцида, экспансионизм. Алиев постоянно говорит, что Ереван – азербайджанский город, украденный армянами. Сенатор напомнил о требовании Эрдугана и Алиева открыть им так называемый Зангизурский коридор, что является нарушением суверенитета Армении. Ретаю призвал ЮНЕСКО срочно направить миссию в Арцах для оценки состояния армянского культурного наследия. Расступление Бруно Ретаю на четырех языках доступно на нашем сайте Western Armenia TV. Вовсе не случайно, что Индия вооружает Армению, а Иран периодически угрожает варварскому режиму Баку и предупреждает Турцию. Об этом написал в своем телеграм-канале заведующий кафедры иранистики факультета Востоковедения Ереванского государственного университета Бартам Восканян. Индия официально отреагировала, что она с пониманием относится к иранским ударам, нанесенным террористической группировкой Джей Аль Адаль с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов на территории Пакистана, поскольку должна быть нулевая терпимость террористам. Картина, однако, намного общернее и интереснее. Ударом предшествует визит министра иностранных дел Индии в Иран, где также обсуждался вопрос расширения инфраструктур иранского порта Чабахар, важного компонента индийского транспортного узла Север-Юг. В условиях, когда проиранские еменские хуситы фактически ограничили движение грузов по Красному морю, индийский Север-Юг стал еще более привлекательным и актуальным для мира. А соперником иранского Чабахара является пакистанский Гвадар. Так что иранский удар снова носит многосторонний геополитический характер. Послание очень четкое и глубокое. Красное море небезопасно, Пакистан нестабилен и является государством, укрывающим террористов на своей территории. А Тегеран не считается даже со своим ядерным статусом, поэтому маршрут Север-Юг, начинающийся в Индии и проходящий через Иран, станет кратчайшим и безопасным международным маршрутом, соединяющим индийский субконтинент с Европой. Туранский средний коридор также противоречит этой программе. И его проведение через территорию Армении прямо противоречит как индийским, так и иранским интересам. Поэтому совсем не случайно, что Индия вооружает Армению, а Иран периодически угрожает варварскому режиму Баку и предупреждает Турцию. Следовательно, в интересах Армении отбросить иллюзии и усердно работать с этими двумя азиатскими гигантами, чтобы стать участником именно Северо-Юга. И в этом вопросе серьезной геополитической альтернативы искусственному Азербайджану, который союзничает с врагом Индии Пакистаном и врагом Ирана Израилем. Алинет.Инфо в своей статье о переселении армянских арийских племен из Армении и прилегающих территорий пишет. Армения, Армянская Нагорье, лежащее между Западом и Востоком, представляет собой высокогорное центральное плато Юго-Западной Азии. Расположенная на равном расстоянии от древних культурных центров обоих миров, Армения служит мостом между Западом и Востоком, становясь перекрестком международной транзитной торговлей, соединяющим Восток, Китай-Индию с Западом, Греция, Рим. Эта дорога называлась «Шелковый путь». Удобное географическое положение Армении также имело стратегическое значение, обеспечивая доминирующее положение в регионе. На протяжении тысячелетий по соседству с Арменией сформировалось множество государств и империй, которые боролись за власть над Армении. Почти все могущественные государства древнего мира пытались захватить Армянское Нагоре, известное как Арата, Армани, Найри, Хури, Митани, Хури-Митани, Аяса, Арарат, Урарту, Армения. Как мы видим, у Армении было удобное географическое положение. Полная статья доступна на нашем сайте WesternArmeneTV. 19 и 20 января 2024 года недалеко от Леона в театре Тобоган города Десин состоится премьера танцевального спектакля «Цвет граната». Автором постановки является известный во Франции хореограф Мурат Мерзуки. Проект реализуется совместно с Театральным союзом САТЭ-АТК. В программе участвуют французские и армянские артисты. Спектакль создан по мотивам фильма Сергея Параджанова «Цвет граната». Согласно источнику, премьера танцевального спектакля «Цвет граната» состоится в марте 2024 года, которая будет представлена на сцене Национального академического театра оперы и балета имени Спиндяряна. И в завершении новостей послушаем песню «Зартыр лао». Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok